Господа, что мы все про кошек да про кошек, у нас ведь есть не менее любимые верные друзья, которые произошли от… А вот это оспаривается некоторыми подписчиками. Как вы считаете, от кого произошли наши главные помощники? Пишите в комментариях. Ну, а мы сегодня отправимся на холодный север, где живут сибирские хаски, одна из древнейших пород собак, которая на протяжении многих веков верой и правдой служит человеку. Вообще, хаски — это общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку. Они представляют собой постоянно меняющуюся помесь из самых быстрых собак. Аляскинский маламут, например, напротив, является самой крупной и самой мощной ездовой собакой, не самой быстрой, и использовался для более тяжелых нагрузок. Хотя доставка грузов и людей при помощи собачьих упряжек во многом ушла в историю в последние годы многие компании предлагают туристам прокатиться на собачьих упряжках в заснеженных регионах. Ну, а в современном городском мире хаски содержат как домашних животных. Предками хаски были сибирские ездовые лайки, которые, по одной из версий, были выведены на скотки и завезены в Северную Америку. Здесь они слились с местной популяцией ездовых собак и образовали новую породу. Примеры этих пород в современную эпоху были выборочно разведены и зарегистрированы в различных кинологических клубах, как современные чистокровные породы, в том числе сибирские хаски и лабрадор хаски. Сахалинский хаски — это японская ездовая собака, связанная с японским шпицем и акита ину. Кстати, об акита ину и сиба ину тоже есть ролик. Ищите его в плейлисте «Домашние питомцы» или собаки. Аляскинские хаски — это разновидность ездовых собак, появившихся на Аляске. К другим породам хаски относятся гренландская собака Самоед и Сиба ину. Ну а теперь конкретно про сибирского хаски. Ездовые собаки Дальнего Востока России еще с неолита разводились аборигенными оседлыми народами. Не случайно эти районы соседние народы называли странной собак, имея достаточное количество корма сушеной рыбы. Они были в состоянии прокормить большое количество псов, необходимых для хорошей упряжки, для которой, кстати говоря, требовалось как минимум девять собак. Развитию ездового собаководства толчок дали в XVII-XVIII веках русские, активно осваивавшие эти районы в поисках так называемого «мягкого золота». Им в этих поисках требовался транспорт для доставки товаров, почты и для езды должностных лиц. Когда в 1920 году Амундсен побывал у русских старожил Колымы, то он восторженно написал в езде на собаках «Эти русские и чукчи стоят выше всех, кого мне приходилось видеть». Когда же началась золотая лихорадка на Аляске, резко возрос спрос на ездовых собак у жителей Северной Америки. А так как русский Дальний Восток ими был уже освоен довольно неплохо, то собак на Аляску повезли именно из этих мест. Впервые на Аляску они были завезены в 1908 году. Кстати, реальная история про знаменитого хаски по имени Балта, который перевез через суровые условия Аляски вакцину от вируса, что актуально. Недавно была экранизирована Диснеем. Всем рекомендую этот фильм к просмотру. Это совсем не детский фильм. Общий вид собаки породы сибирские хаски — это прежде всего облик легкости и быстроты. Эта собака среднего роста с компактным телосложением, шерстяной покров достаточно густой, с хорошо развитым подшерстком. Ушки прямо стоячие, хвост имеет форму пера. Ну а теперь немного информации для тех, кто хочет завести хаски в условиях квартиры. Дружелюбие, живость ума и спокойный нрав — вот основные свойства сибирского хаски. Однако не стоит забывать, что хаски, как настоящие ездовые собаки, очень активны и нуждаются в постоянных хороших физических нагрузках. Представители этой породы не подойдут любителям охоты, несмотря на наличие довольно сильного инстинкта. Ну, потому что для сибирского хаски подобный промысел — это один из способов пропитания, и делиться добычей с голым приматом она точно не станет. Эти северные собаки — стайные животные, что привело почти к полному нивелированию инстинкта охраны собственной территории. Поэтому для роли сторожа хаски тоже совершенно непригодны. Отсутствие агрессии к человеку, даже к чужаку, не позволяет отнести этих собак к категории охранных. Попытки озлобить пса могут привести лишь к устойчивым нарушениям психики животного. Природа наделила этих поразительных собак хорошо развитым интеллектом и способностью к принятию самостоятельных и часто неординарных решений, отсюда возникающие сложности при дрессировке. Когда при определенных командах от хаски требуется шаблонный алгоритм действий, поэтому в роли служебных собак их тоже не используют. Сибирские хаски — это собака-компаньон. Она прекрасно подойдет для большой семьи, будет нежно и трепетно любить всех домочадцев. Хотя вожаком и хозяином признают только одного. Особого внимания заслуживает отношение этих животных к детям. Более нежного, внимательного и ласкового друга для ребенка трудно найти. Достаточно напомнить, что эскимосы использовали хаски даже для обогрева только что рожденных младенцев. Одной из необычных для собак черт характера является склонность животных к побегам. Дверная щеколда или накидной крючок вообще не станет преградой. Понять принцип их действия для хаски — дело нескольких дней. Выкопать лас под забором, а при необходимости преодолеть высокую преграду — это тоже не проблема. Воспитание щенка должно строиться на двух главных принципах — строгости и справедливости. Политика кнута и пряника неприемлема. Излишне мягкое отношение избалует малыша, и он сядет вам на голову. Жестокость озлобит животное, как и любого другого, и он при случае обязательно вам отомстит. А для того, чтобы энергия собаки, особенно живущей в квартире, была направлена в нужное русло, знатоки породы рекомендуют загружать сибирского хаски по полной программе. В противном случае благоустроенность вашего жилища может серьезно пострадать. Гигиена питомца сводится в основном к уходу за шерстью, особенно во время леньки. При хорошем уходе и правильном содержании хаски будет катать вас на санках больше 15 лет. А вам нравится такая красивая порода с голубыми глазами? Пишите в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова